всем привет из солнечной греции с вами юля и вы находитесь на канале вышивки кристалл сегодня я хочу снять мой первый отчет по моей красавице blooming bright это миробилия это мой первый процесс от миробилии я его начала еще в прошлом году наверное 8 9 месяцев назад очень давно может быть даже год назад но по ряду причин этот процесс у меня не продвинулся он был вышит совсем небольшой кусочек я попробовала вышила такое пятнышко и процесс был заморожен в этом году я решила заняться всеми моими процессами особенно это связано с тем что я полгода не вышивала вообще и теперь у меня знаете руки так чешутся что только да и все хочется вышивать ну и конечно же я уделяю время в первую очередь своим начатым процессом которых у меня очень и очень много еще есть что вышивать и я решила начинать с тех процессов которые были начаты совсем чуть-чуть и отложены и я им времени уделяла поэтому хочу компенсировать и повышевать в первую очередь эти процессы но вот у меня отшился мой ангелочек с ягненочком феврале его закончила ну точнее 2 марта но весь процесс шел полностью феврале основной и вот в марте месяце после долгих дум я решила взяться за мою красавицу потому что весна потому что здесь очень красивые яркие краски много интересных украшений бусины бисерины стразы может быть не стразы в общем много украшений классических от mill hill которыми комплектуются наборы миробилия здесь все есть и очень яркие красивые нитки поэтому я решила взяться за мою красавицу и хочу показать рассказать мои первые впечатления начнем со схемы надеюсь вам хорошо видно схему это первый лист когда я делала рестарт я вам показывала что у меня был выше совсем небольшой кусочек этот небольшой кусочек то что вы видите вычеркнуто ручкой я говорила что здесь около 500 крестиков но вот я задача села сейчас посчитала почти тысяча схема мелкой поэтому кажется что здесь мало но тем не менее около тысячи крестиков было выше то ну и как вы понимаете то что все отмечено желтым маркером это уже мои новые продвижения и они достаточно такие хорошие масштабные вот с сегодняшнего дня то что буду вышивать буду отмечать уже зеленым маркером чтобы был такой контраст и видны были от включения включения мои этапы я ставлю себе цель дошить этот лист ну конечно же не за день день не саду может быть неделю я не знаю как пойдет но сейчас у меня вот горит и я прям такая целеустремленная завершить этот лист здесь я не считала сколько здесь тысяч крестиков но схема мелкая должно быть много ну давайте посчитаю желанна так но на скидку здесь не полная зашивка здесь около девяти тысяч крестиков если я правильно посчитала но я беру полный весь этот квадрат понятно что есть не зашитые участки ну плюс минус до 9000 крестиков вау смогу ли я это вышить за неделю очень интересно так по схеме здесь все больше ничего показывать не буду перейдем сразу непосредственно к моему результату девушка оказывается такой скромницы не хочет она сниматься не хочет она фотографироваться может быть из-за освещения потому что сейчас просвечивается основа камера не может правильно настроиться и сделать четкую сделать резкость правильную и правильно передать цвета но я буду стараться может быть я сделаю как-то еще фотографии или найду какие-то другие настройки сложно 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 находить общий язык с техникой кто-то умеет хорошо настраивать камеры я вот как-то не могу с ними справиться под разное освещение под разные условия камера по-разному делает настройку освещения и по-разному передает потом все изображения на компьютер сливаются по-другому но будем надеяться что у меня все получится и так как видите вышелся достаточно такой большой кусочек в начале у меня был вышит вот такой вот маленький кусочек я может быть ставлю фотографию для сравнения но все что вы видите уже вышито за вот эти дни и как я здесь вышиваю вышиваю без разметки вышиваю наслоением крестиков то есть я сначала вышиваю низ аккуратно все просчитываю чтобы у меня не было ошибок и потом за вышит и крестики я уже наслаиваю вверх крестик за крестиком ну группы крестика и стараясь не уходить далеко далеко для меня это два три крестика это уже далеко почему потому что здесь основа темная мелкая это 36 каунт соответствует 18 каунту и переплетение здесь не видны если ставить настраивать свет чтобы просвечивались при плетении тогда неудобно вышивать как-то бликуют в глазах не знаю как вам это объяснить если настраиваешь свет сверху он при плетении конечно тогда не видно и я вначале когда приступила к вышивке не было так сложная просто чуть ли не плакала и думаю как же я буду вышивать при плетении мне не видно работа большая я мучилась мучилась там первые десять крестиков 20 по низу пока вот эти вышивала чуть ли не плакала думаю что что же я буду делать с этой работой но знаете как показал опыт и практика в начале новые процессы они вызывают сложности потому что идет период адаптации адаптации как новой основе новой схеме нитки полностью идет адаптация но потом потихонечку все это проходит и находятся решения и подстраиваешься под любой процесс вот и я также нашла здесь свои для себя решение как я буду вышивать но вначале мне было сложно то есть я вот вышивала первый ряд долго кропотливо где-то промахивалась приходилось распускать но вы понимаете если захватишь не две ниточки при плетении одну или три крестик то уже получается корявенький поэтому приходится распускать и я уже стала с ней разговаривать ну ну какая что у меня тут коварная не даешься вышить ну несмотря на то что ты такая сложная я тебя все равно вышлю потому что ты же не знаешь что я от цели не отхожу я могу отступить немножко но к цели все равно я своей приду и я так взялась как бы воздуха побольше в грудь набрала и целый вечер ковыряла ковыряла тут кстати внизу и здесь схемка тоже такая разбросанная есть вышивка по два по три крестика нужно было часто менять нитку в вышивке вот этих цветочков и все так совпало что и старты вот эти цветочки постоянно смена нити а также нужно пропускать места для бисера тоже вот это учитывать и здесь очень очень много вот этих дырочек пропусков здесь будет очень очень много бисера и украшений и и вот я вышивала этот низ под тек капал но я шила 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 и думала как же я вообще справлюсь ли я с этой работой для меня это было просто какой-то фэнтези но как только я вышила первый рядок и здесь пошли уже более-менее какие-то участки зашива одним цветом побольше я для себя уже выработала некоторую технику как я уже сказала я наслаиваю крестики рука приловчилась и я знаете я даже не вижу не считаю переплетения я просто как бы зрительно вижу какой где должен быть крестик и таким образом делаю прокол в основном всегда все правильно иногда бывает ошибаюсь но сразу же исправляюсь не знаю как вам правильно объяснить то есть вот я когда вверху вышиваю не считай переплетение а просто ориентируюсь на нижние крестики таким образом рядышком прокалываю вверху дырочку и делаю крестик и вот так наслаиваю никогда не ухожу на крестик на 2 на 3 крестика в сторону обязательно подсчитают дождусь чтобы у меня все сошлось я очень боюсь ошибиться здесь 5 крестика вышиваешь и можно ошибиться в приплетении не говоря уже переходить на какие-то другие уровни участки вот ну приспособилась процесс пошел тем более что вот внизу где была частая смена нитки этот участок я преодолела и сейчас у меня ждет вышивка вот этой юбки сейчас вышиваю подъемник он идет очень легко дальше меня будет ждать большой участок белого платья вот здесь я так понимаю опять я буду морочиться на этом банте ну что ж красота требует жертв будем вышивать ну и опять же потом юбка как только я вышью этот участок все половина работы а дальше уже как бы все попроще полегче также я впервые смастерила себе красивый магнитик из моей брошки вот видите такой цветочек у меня была брошка здесь было еще два-три цветочка вокруг но поломалась булавка и лежали у меня эти остатки от брошки я думаю что может пригодятся бусинки или и организовывая этот процесс мне захотела сделать себе красивый магнитик такой яркий я взяла эту брошку она прям руках у меня в нужном месте отломалась приклеила я ее на очень сильный магнит и это магнит у меня очень сильным боюсь приближать ножницы потому что обязательно примагнитится вот находится он у меня на основе и тоже создает красоту вышиваю я вышиваю вышивала вышивала точнее и думала себе об этой красавице а думала вот что в этом дизайне меня привлекло в первую очередь сочетание основы темной темного льна с белой вот это яркой юбкой до самой красивой в этом сюжете и я себе подумала вроде бы как бы мне невеста не нужна в общем то и я себе подумал а может быть мне при отшиве этой девушки вот фото просто не вышивать а наполнить немножко волосы чтобы была прическа красивая может быть платье я вот здесь вверх вверх платья сделать немножко другим цветом добавить какой-то блэнк белый может быть с розовым или с еще каким-то цветом чтобы немножко разбавить чтобы не совсем белая она была и сделать просто девушку как вы считаете мне ваше мнение очень очень интересно пожалуйста если есть возможность напишите в комментариях я обязательно к вашему мнению прислушаюсь почитаю посмотрю ваши советы но такая идея меня посетила и я думаю что очень даже возможно ее реализовать просто не вышивать вот эту фото вот будет просто королева такая красавица вот такие у меня идеи ну что постараюсь показать вам поближе мои крестики вот такие крестики видите сколько много пропусков дырочек все вот здесь будет заполняться бисером и я так себе думаю как я потом буду сюда пришивать бисер как я буду все это находить ну как один вариант чтобы совсем уж не потеряться я на схеме вот такими красненькими точечками обозначаю себе места бисера потому что бисер весь разный здесь пришивается и чтобы не потеряться схеме я хотя бы так отмечаю как я говорила сразу пришивать бисер я не решаюсь потому что будет перекручиваться основа и чтобы бисер не продавливал основу не травмировал вот такие крестики красивые получаются где-то красивые где-то корявенькие но в общем массе корявенькие крестики я думаю не видны кажется все очень ровным и аккуратным яркая красивая юбка и очень красиво смотрится на этой основе на шоколадной вот жаль что конечно сильно светится а по-другому если выключить свет совсем темно становится и не могу вам передать всей красоты вот вот мои первые продвижения ну и в организации у меня мой пакок со мной ну конечно ниточки немножко подрах подлохматились мы работаем коробочка закрывается открывается ничего не пылится все очень удобно все под рукой все на столе я люблю работать за столом вышивать ни на диване ни на кровати ни где-то потому что у меня устает очень быстро спина если я сижу на диване или на кровати в каком-то непонятном положении а вот за хорошим столом ну за обычным столом и в хорошем стуле вот это я хотела сказать стул должен поддерживать хорошо спину тогда удобно тогда удобно и можно сидеть много часов и вышивать а внизу под столом у меня еще стоит коробочка с наборами на которую я ставлю ножки поэтому у меня все замечательно и люблю люблю я этот станок это один из это первый мой станок он первый и самый правильный самый скажем так долговечный у меня был стич смарт меня спрашивали девочки что стич смартом он уже у меня давно сломался и его запчасти лежат в складском помещении я его брала может быть когда нибудь куплю новую половинку стич смарта и будет у меня опять стич смарт хороший станок но к сожалению быстро ломаются пластмассовые детали у кого что ломается у кого сверху болт у кого ножки ну ломается а вот этот станок он деревянный залакированный очень хорошее качество покупала на сайте чаримна штучка вот 6 лет назад как только стала вышивать искала себе станок какой-то универсальный и вот этот станок мне понравился больше всего потому что у него он настольный я сразу хотела себе настольный и у него есть возможность смены рамы можно ставить на 20 сантиметров и до 60 сантиметров он разбегается он очень устойчивый не шатается не падает ничего не раскрутилось за 6 лет вот эти барашки которые держат саму основу очень удобные очень качественные ну что сказать я довольна и я знаю девочки тоже покупали там станки все довольны это не реклама это просто я делюсь своим опытом вот такие у меня здесь продвижение я надеюсь будет еще одно включение когда я что-то вы ищу я обязательно вам покажу еще одно включение сделаем поэтому не прощаемся давайте я продолжаю вышивать мою красавицу миробилию но знаете все таки от темно больна 36 каунта очень быстро устаешь и хочется переключиться на что-то полегче например на аиду синего цвета 18 каунта дименшинс вот такого ангелочка я вышиваю так конечно не самый контрастный переход смена процессов но все таки для меня даже и вот этот процесс на сегодня намного легче чем моя миробилия и хочу показать мои очень даже неплохие успехи посмотрите насколько у меня продвинулась работа когда я снимала первое видео стартовое у меня были вышиты по кругу полукрестики фон от подушки и на сегодняшний день у меня готова подушка у меня почти готовы волосики вот здесь будет ручка не хватило мне немножко сил довышивать вот здесь ручку малыша и сейчас я вышиваю одеялко логика у меня такая здесь схема простая и я вышиваю по цветам поэтому я беру один значок и насколько у меня хватает я сейчас вышиваю лист схемы и вот здесь у меня находится половина примерно и сколько у меня хватает на этом участке сил тянуться вверх я его этот значок полностью весь вышиваю и так беру потом следующий значок то есть чисто вышиваю по цветам значок за значком иногда меняете значки если сильно идет большой разброс допустим я вышила один участок а потом этот значок продолжается где-то выше то я тогда беру рядом стоящий значок другой и так же его вышиваю ну логика здесь простая вышивка здесь тоже простая и легкая поэтому все идет очень хорошо и на этой работе именно я отдыхаю потому что я могу уделить небольшое количество времени один вечер или два вечера максимум получить значительное такое продвижение насладиться и когда ты видишь результат силы тебя снова наполняют и ты готов браться за другую трудоемкую работу где продвижение не так быстро видны можно потратить два-три вечера выше там маленький такой небольшой кусочек а здесь вот вечер посидел два раз вот уже часть одеяла все хорошо видно сейчас приближу немножко покажу поближе мои крестики пол крестики очень хорошо ложатся и знаете я уже привыкла вышивать на темной основе буквально на ощупь я нахожу отверстие у аиды как бы рука сама ложится и вышиваю много полукреста соответственно работа идет быстро вот и у меня здесь ну что почти одна четверть готова очень даже хороший результат мне так кажется и вот в такой красивой коробочке у меня находятся все материалы данную коробочку я купила в магазине для с товарами для дома формат у нее почти а4 немножко меньше у этой коробочки есть очень хорошая высота она глубокая вот посмотрите открывается как книжечка и внутри у меня лежат схема органайзер дубко органайзер от самого процесса нитки здесь все очень хорошо помещается хорошо помещается даже пока но пока у меня занят под миробилию и в тот момент когда я не вышиваю я просто все складываю закрываю и храню в своем рукодельном уголке в шкафчике красивая коробочка приятная яркая такая весенняя цветочки все мне нравится и очень удобно а рядышком у меня продолжает также расти и цвести орхидейка с нижней веточки у меня появилось два цветочка но к сожалению другие бутончики она сбросила наверное у меня в комнате очень жарко и ей не хватает влаги хотя я ее и полила и попрыскала но все равно такой период адаптационный для нее наверное был очень тяжелый ну и верхние бутоны верхние бутоны поверну вот такие тоже здесь у меня было четыре цветочка и два бутончика вот уцелели будут скоро открываться остальные тоже у меня она сбросила да а вот здесь у меня вверху картины мой петух и макс и мэгги неудобно камеру повернуть уже простите так пока на этом у меня все если будут новые продвижения будут и новые включения мы все поднимем дж лог и мы есть